Летающие тарелки Сегодня вы узнаете, правда ли это Это чистая правда Вся правда о летающих тарелках 50 лет мир сходил с ума по летающим тарелкам Мы так часто их видели, что британец скорее поверит в пришельцев, чем в бога Совершенно секретно, но все намного сложнее Летающие тарелки не выдумка, но они не прилетают к нам с других планет Их родина Земля, а точнее секретные военные базы Наши истории начинаются в 1932 году в Бухаресте Когда этот человек, авиаконструктор Генри Куанда Сделал удивительное открытие, создав дискообразный летательный аппарат Одним из первых опыта Каанды увидел 20-летний студент авиационного училища Раду Манекатида Тарелка достигла потолка и зависла в воздухе Я не верил своим глазам Такое в голову притя не могло Ведь я привык к традиционным принципам полета Молодой Раду стал свидетелем рождения летающей тарелки А устроена она была так Если втягивать воздух вниз и вдоль покатой поверхности Вроде тарелки он следует вдоль нее Втягивая воздух над тарелкой, позволяя ему обтекать тарелку вокруг и снизу Каанды одновременно смог понизить давление воздуха над тарелкой И увеличить его снизу, что привело к парению аппарата Явление получило название «Эффект Куанды» Именно оно легло в основу идеи о летающих тарелках Идея была проста, но до нее нужно было додуматься Затем произошло нечто, повлиявшее на всю историю создания летающих дисков В 1939-м началась Вторая мировая война Мир поспешил создавать новое оружие, а также способы его применения Идея Куанды пришлась как нельзя кстати Главный конструктор нацистов Вернер фон Браун возглавил проект по разработке новых видов оружия В сверхсекретной штаб-квартире в Пенемюнде в Германии Здесь он трудился над созданием новейшего оружия устрашения, такого как ракета Фау-2 Это была центральная база, с которой довольно долго руководили всеми проектами того времени Лишь единицам было известно, что в четырехсотнях километров от Пенемюнде в Праге Нацисты проводили еще более засекреченные эксперименты Они трудились над созданием невиданных до сих пор летательных аппаратов Всего было около 15 прототипов, каждый из которых был построен, испытан и уничтожен по очереди Что за компания находилась в центре этих устрашающих разработок? Шкода Все летательные аппараты для СС и воздушных сил производились на заводах Шкоды Но в 1944 году Гитлер начал терпеть поражение Ему требовалось вновь заручиться поддержкой союзников, главным среди которых был итальянский диктатор Бенитто Муссолини Гитлер рассказал Муссолини, что у него имеются невероятные летательные аппараты нового типа Способные изменить ход войны, он называл их своим чудо-оружием В июле 1944 года Гитлер пригласил Муссолини вместе с главным военным советником Луиджи Ромерси в Германию Позже Ромерси увозили на сверхсекретный завод Шкода, где проходили разработки нового летательного аппарата Сегодня Луиджи Ромерси, 84 года он проживает в Италии Луиджи согласился рассказать о том, что видел в тот день Да, я видел ее Мне она показалась чем-то необыкновенным Дисковидной формы из кабины пилота в центре, сделанной из плексигласа Вокруг сплошь реактивные двигатели Луиджи Ромерси видел первую серийную летающую тарелку Производство Шкоды Видите, в кабине изображение пилота Он должен был управлять диском стоя Это один из создателей летающей тарелки инженер Андреас Эб Эб изобрел дискообразную летающую цель для артиллерийских орудий И отправил модель командованию Люфтваффе Предложив ее использовать для создания пилотируемого летательного аппарата В этом интервью, записанном до его смерти в 1997 году И никогда ранее не показывавшимся по телевидению Эб поведал о своих подозрениях, что его изобретение украли Я постоянно слышал о том, что в Праге продолжалась работа над созданием летающих дисков И что был достигнут определенный успех Разозлившись на то, что его работу присвоили Эб приехал на пражский испытательный аэродром, чтобы выяснить, что там происходит У меня была с собой фотокамера Неожиданно в небе появился летающий диск У него не было крыльев Я сделал снимок, и пока переводил кадр, он оказался прямо у меня над головой Тогда я сделал второй снимок Уже вполне убежденный, что эта машина собрана по моим чертежам Эб пришел в негодование от мысли о том, что его творение похитили Уже он вернет себе лавры изобретателя Но пока дисколеты оставались в руках у нацистов Она летала, и при том неплохо Вот как выглядела немецкая летающая тарелка Основным ее принципом был эффект Куанды Согласно которому над кораблем возникала область низкого давления Буквально втягивавшего его вверх Но она также сочетала в себе и другие новейшие технологии Вроде вертолетной схемы и реактивного двигателя Она была быстрой, универсальной, в принципе могла нести на подвеске Значительный груз-бомб Но вероятно, самым главным ее качеством, столь ценным для страны Потерявшей много взлетных полос ходом бомбардировок союзников Был вертикальный взлет Тарелки взлетали по принципу вертолета В них были вращающиеся лопасти, расположенные под днищем аппарата Приводимые в движение теми же реактивными двигателями, что толкали ее вперед Так аппарат получал подъемную силу Их планировали использовать для бомбовых ударов Все, что строилось те годы, предназначалось для разрушения Тарелки должны были дать отпор силам союзников во время последней битвы за Третий Рейх По словам Ромерса, Гитлер в отчаянии замешательстве Планировал использовать свое секретное оружие для сокрушительной атаки на Нью-Йорк Однажды Гитлер сказал Пусть Господь простит меня за пять последних минут войны Он хотел выпустить на мир построенным чудовищное оружие Конечно, его планам не суждено было осуществиться Красная армия штурмовала Прагу В то время как немецкий Оригард вел бои на улицах Праги Ученые на заводе Шкоды пытались уничтожить следы своей работы Русские наступали, ученые в спешке взорвали аэродром В том месте с летающими тарелками или прочим оборудованием Они вытолкали аппараты из ангаров наружу Заложили взрывчатку и взорвали Тарелки горели прямо на глазах у всех Физические доказательства разработки летающих тарелок были уничтожены, но ученые уцелели Победившие в войне союзники вступили в борьбу за обладание ценными умами Кому же достали секреты инженеров, запускавших небо летающие тарелки Конец первой части Вся правда о летающих тарелках Часть вторая В 1947 году пилот Кеннет Арнольд во время полета над горами в штате Вашингтон Заметил 9 объектов, летящих в небе на невероятных скоростях Он сравнил манеру их передвижения с тарелками, прыгавшими по воде Сравнение было довольно странным, но название закрепилось Так они стали называться летающими тарелками Этот момент ознаменовал начало эры летающих тарелок Он разжег небывалый интерес общественности, который в действительности был рожден паранойей Разведку ВВС беспокоила мысль о том, что это могли быть советские самолеты-шпионы Начиналась холодная война В Восток и Запад устраивали публичные демонстрации силы, выставляя на показ новейшее в России оружие Но параллельно велась и другая секретная война за обладание научными достижениями и учеными нацистов Кто бы ни получил эти технологии, оставшиеся от Второй мировой, ушел бы далеко вперед в военно-техническом прогрессе Между странами и союзниками России, Франции и Великобритании началась борьба за технологию, созданную нацистами Вот почему правительство США так обеспокоили летательные аппараты, которые увидел в небе американский летчик Кеннет Арнольд В этом секретном документе из архива ФВС говорится, что это доказывает, что Россия получила немецкую технологию Производство летающих дисков и даже строила их Немецкие технологии настолько опередили американские, что американцы решили И если русским удалось заполучить ученых или чертежи этого секретного оружия, значит они теперь впереди И догадка американцев оказалась верна Русские на самом деле строили летающие тарелки А помогал им один очень знающий инженер из Германии, никто иной, как Андреас Эпп, построивший летающий диск Сразу после войны Андреас Эпп решил продолжить свою работу в Советском Союзе Он перебрался в Росток, где советские агенты, видимо знавшие, кто он такой, предложили ему работу Конечно, Эппу, которым до сих пор пренебрегали, понравилось, что они признали его как ценность Как ученого и инженера Эпп работал в основном над системой управления советской летающей тарелки Его работа была сосредоточена на управлении кораблем Другими словами, он должен был добиться того, чтобы аппарат слушался управления По словам Эпп, созданный русскими летательный аппарат был невероятно маневренным и предназначенным для полетов в разных условиях Иначе и быть не могло У нее был реактивный двигатель К тому же им нужна была тарелка, которая могла бы летать в полярных условиях И причина тому была очевидной Кратчайший путь в Северную Америку пролегал над Северным полюсом И Америка, охваченная паранойей, не могла не отметить этот факт Даже в Голливуде считали, что русские замыслили нечто коварное Страна, которой достанется секрет летающей тарелки, получит контроль над небом Это не должна быть Россия Множество тарелок были замечены именно в северо-западной части США Они появлялись рядом с заводами Боинга в Сиэтле, где строились все американские бомбардировщики А также у ядерной лаборатории Ханфорт в штате Вишингтон, где производился плутоний для ядерных бомб Тарелки видели над всеми стратегическими объектами США К тому же этот район США был ближе всего к территории Советского Союза Именно здесь ожидали появления самолетов-разведчиков Тарелки стали появляться повсюду От них не мог укрыться ни один крупный город, ни одна съемочная площадка Правительство решило полностью искоренить слухи о тарелках Для чего специалистами психологической войны Пентагона Был разработан изящный план в двух частях Первая часть заключалась в том, чтобы высоко поставленный военный чиновник Полностью опроверг факт о существовании тарелок Но параллельно предполагалось запустить слухи о том, что тарелки прилетели на Землю из космоса Послание передано Что теперь? План был пущен в действие на пресс-конференции в Пентагоне в июле 1952 года Это был решающий момент в истории с тарелками Пресс-конференцию проводил генерал-майор Джон Сэмфорд, начальник разведки ВВС США Задачей Сэмфорда было отрицание какой-либо важности сообщения о замеченных летающих тарелках Эта информация не содержит никаких признаков, никаких указаний на то, что это можно было бы считать угрозой для безопасности США Чтобы поддержать теорию об инопланетных захватчиках Военные привлекли автора фантастических рассказов майора запаса Дональда Кихоу Который поддержал позицию Сэмфорда Майор Кихоу, каково ваше мнение, как автора книги «Летающие тарелки. Реальность» о новых случаях встреч с НЛО При всем уважении к ВВС должен заявить, что считаю их объектами внеземного происхождения Очень умный ход и крайне простой Теперь каждый, кто заметит в небе военную тарелку, решит, что она с другой планеты Она была около 12 метров в длину, а остальные над ними просто посмеются Я видел ее так долго, что уверен в этом Пресса с энтузиазмом взяла за рассказы о пришельцах из космоса Тот же номер журнала Life, что сделал звезду из Мэрилин Монро Сделал популярными многих чудищ с Марса Рассказы Дональда Кихоу улегли в основу фильма «Земля против летающих тарелок» Снятого легендарным голливудским мультипликатором Рэем Харри Хаузеном Идею я подчеркнул из его книги о летающих тарелках Насколько я знаю, правительство проводило опыты по созданию дисковидных летательных аппаратов Они держались в тайне К тому же правительство поддерживало слухи о том, что тарелки были внеземного происхождения Похоже, что правительство в самом деле проявляло огромный интерес к этим слухам Ведь продюсер фильма Чарльз Шнейр отчитывался непосредственно перед ними Как только сценарий был написан, его у меня забрали Я уверен, что Чарльз сразу передал его верхам, а также различным космическим спецам Пока Америка с удивлением вглядывала с небеса, люди в черном искали правду гораздо ближе к Земле Им очень была нужна своя собственная летающая тарелка Как и русские, они пытались отыскать ученых, работавших на нацистов Кое-где американцы все же добились успеха Они поймали ведущего конструктора нацистов, Вернера фон Брауна И сделали его бесценной частью американской военной машины Им также досталась львиная доля технологий и производства ракет V-2 Играя с новыми игрушками, скорее с энтузиазмом, нежели с умением Они сознавали, что в их арсенале не достает одного Немецких летающих тарелок Похоже, что ВВС были обеспокоены тем фактом, что русские ушли вперед Нам нужны были собственные тарелки, чтобы уравнять счет В 1957 году им улыбнулась удача И снова здесь был замешан тарелочный дел мастер из Германии Андреас Эпп Проживавший на тот момент в ГДР В какой-то момент он выпал из жизни в ГДР Не знаю, что стало причиной, возможно, развод Как бы то ни было, он оказался на Западе Он пересек границу и признался, что шпионил для Советского Союза и теперь хочет все рассказать им Американцы тут же бросили его за решетку И начали допрашивать Находясь в тюрьме, он начал записывать и зарисовывать по памяти все, что сделал для Советского Союза Он раскрыл замысел русских по использованию летающих тарелок Заручившись помощью Эпп и других ученых, американцы всерьез взялись за создание летающих дисков Вот интересный факт В конце 50-х, начале 60-х годов почти все крупные заводы авиакосмической промышленности, включая Боэн, Конвер, Локхид и Норд-Американ Разрабатывали летательные аппараты дискообразных форм для различных целей Это калифорнийское отделение Локхида, старейшей семьи, где родилось немало великолепных новинок В Локхиде также трудились над созданием летающих тарелок для ВВС США У всех дисколетов был центральный двигатель, направленный вниз Аппарат взлетал вертикально, тут же переходил в горизонтальный полет, мог разгоняться до высоких скоростей и летать на высоте более 30 километров Для того времени это была передовая технология Инженеры Локхида работали над конструкцией аппарата, в центре которого помещался реактивный двигатель, вращавший ротор, который создавал эфирек Канде Поднявшись в воздух, аппарат менял наклон с сопел и переходил в горизонтальный полет на сверхзвуковых скоростях Однако Локхид был не единственным производителем, развивавшим новую технологию В 50-х и 60-х годах Конвер являлся одной из крупнейших авиастроительных компаний Как и Локхида, у Конвера имелись и секретные проекты, и представитель для общественности в лице голливудского актера Джеймса Стюарта У меня выделился невероятно интересный день, поверьте, это был удивительный самолет В 50-х и 60-х старшим инженером Конвера был Боб Видмер Был одним из главных командий, создавший истребитель Б-58 Хаслер В начале 60-х это был самый быстрый самолет на Земле Он поразил меня, еще бы, эта птичка летает на скорости 2 Маха Это значит, два раза быстрее скорости звука Но Боб Видмер занимался не только обычными истребителями В конце 50-х ему дали новое ошеломляющее задание Создать самолет-невидимку, по крайней мере для радаров Самолет должен был оставаться незаметным на все 360 градусов Как раз в то время радарные установки по России стали объединяться в сеть Единственным решением было создание аппарата, имевшего дискообразную форму Другими словами, Боб должен был построить летающую тарелку Ведь военные понимали, что лучшей формой для самолета-невидимки является диск Обычные самолеты видны на радаре, так как их плоскости, расположенные под прямым углом, отражают луч радара обратно А дискообразный объект или летающая тарелка посылает обратно рассеянные и непонятные сигналы Перспективы создания самолетов, невидимых для радаров, вызвали огромное волнение В высших военных кругах, и однажды в дверь Боба постучали некие таинственные лица Когда они пришли ко мне в первый раз, я даже не знал, кто они Мне никто не сказал, мы из ЦРУ, вот наши жетоны Меня сделали членом клуба Я не знал, что они пришли из ЦРУ Сразу ясно, что проект был чертовски секретный В действительности, ЦРУ действовало куда скрытнее, чем обычно Ведь они боролись не только с врагами государства, но и с секретными подразделениями ВВС США За право создавать самолеты-шпионы Боб с неохотой согласился участвовать в проекте по созданию невидимого для радара дискообразного летательного аппарата Я бы ни за что не согласился на такое снова Жить в такой атмосфере, ни за что Я не мог общаться ни с кем, кроме узкого круга лиц, в установленных местах Проект был настолько засекречен, что никто не должен был знать о его существовании Это был так называемый черный проект, существование которого полностью отрицалось Черный — понятие относительное Но я говорю об абсолютной черноте Проект Боба так и не был рассекречен ЦРУ изъяло все его записи и чертежи Что ж, это подходящий конец для нашей истории Или еще не конец Пока ЦРУ держала Боба и его проект в полной темноте На свет появился еще один летательный аппарат Конец второй части Вся правда о летающих тарелках Часть третья В 1961 году миру представили первую, по словам ее создателей, настоящую летающую тарелку Ее изобрел этот человек, Джон Фрост Армии США требовался аппарат, способный лететь у земли Который мог бы преодолевать дорожные заставы, реки Перепрыгивать через реки и деревья Однако с Аврокаром возникли серьезные проблемы Как припоминает один из инженеров аэродинамической трубы Мы испытывали Аврокар в аэродинамической трубе Но он оказался очень устойчив Если кинуть на землю крышку от кастрели ручкой вниз Она будет перекатываться на месте Точно так же вел себя Аврокар В действительности, когда Аврокар представили общественность И проект был уже давно заброшен На самом деле Аврокар вовсе не был летающей тарелкой Это был первый аппарат на воздушной подушке Он являлся всего лишь побочным продуктом другого Гораздо более секретного и амбициозного проекта Который имел непосредственное отношение к летающим тарелкам Небольшой вопрос, вы верите в летающие тарелки? Да, но не в том смысле, как те, кто считает их пришельцами с Марса Джон Фросс не верил в летающие тарелки с Марса А вот в летающие тарелки вообще верил Ведь он сам работал над созданием одной из них Секретно Разработка летной системы DFD-диска Разработка силовой установки Этот фильм ни разу не демонстрировал сообщественности Он был снят только для узкого круга военных лиц В фильме показана работа группы инженеров, возглавляемой Джоном Фростом Которая трудилась над сверхсекретными проектами компании Авро Шести турбин, экспериментальный двигатель, построенный компанией Авро Aircraft Limited Предназначается в качестве силовой установки для самолета дисковидной формы Его базовая конструкция состоит из шести секций без внешнего крыла Кабина пилота, воздухозаборников и системы управления Фрост работал над созданием огромной сверхзвуковой летающей тарелки На реактивном двигателе под кодовым названием «Проект Y-2» Или «Система вооружения 606А» По ее завершению ожидается, что новый летательный аппарат Значительно продвинет авиастроение в эру дисковых полетов И здесь были задействованы немецкие технологии Джон Фрост знал о военных разработках немцев в области создания летающих дисков Возможно, они лежали в основе всех летательных аппаратов Замеченных в разных точках земного шара И почти одновременно с этим ЦРУ начало финансировать исследовательские работы По созданию концепции летающей тарелки Которую они хотели построить Военные пришли в восторг от идеи, предложенной Фростом По замыслу технические характеристики летающей тарелки Позволяли ей летать выше и быстрее любого летательного аппарата Или системы вооружения В документах ВВС четко не оговаривается назначение аппарата Там упоминается возможное его использование в качестве боевой разведывательной машины Согласно замыслу, летающий диск «Авра» должен был обладать такими летными качествами Которые позволяли бы ему легко преодолевать любые средства ПВО И уничтожать любые самолеты Военные с энтузиазмом вкладывали в проект огромные суммы денег Группа, осуществлявшая спецпроект, стала закрытым сообществом Им выделили место на испытательном аэродроме И они приступили к работе над идеей Фроста Которая получила воплощение в виде летательного аппарата Идеальной дисковидной формы Я не подозревал о существовании группы спецпроектов Ведь она была сверхсекретной На входе всегда стояла охрана Носили жетоны, на которых стояли отметки особого цвета Которые давали допуск в помещение, где работали на спецпроектах Я был старшим конструктором проекта Я начал работать над проектом 606А Сверхзвуковой конструкции для ВВС США Аппарат, над которым он работал Я являлся самым секретным проектом за всю историю авиастроения Это был аппарат ровной дисковидной формы Летающий диск Фрост никогда не отходил от задуманной им формы Это всегда был диск, так как он считал его идеальной формой Позволявшей делать вертикальный взлет Однако на самом деле Фантастическая летающая тарелка Фроста Была далека от воплощения в реальность В его конструкции самым простейшим образом Применялся эффект Коанда и тарелка имела 6 мощных реактивных двигателей Всасывавших воздух над тарелкой, что давало ей подъемную силу и невероятную маневренность Однако испытания аппарата и 6 его мощных реактивных двигателей оказались непростым и, главное, опасным делом Рэй и Токучин назначили ответственным за сооружение полномасштабной испытательной модели Сначала он был шестиугольной формы Затем мы установили на него оборудование и всю начинку для 606А, включая двигатели и лопасти Каждый вращательный узел состоит из верхнего и нижнего колец лопата компрессора и центрального кольца лопаток турбины Турбинные лопатки совмещены с вытяжным каналом, встроенным в неподвижную часть конструкции Каждой секции установлен двигатель Армстронг Сидли Вайпер, служащий газогенератором для центрального турбокомпрессора Это был полномасштабный летательный аппарат, построенный внутри бетонного здания Его целью было испытание двигателей и систем будущей системы вооружения 606А Эти тарелки должны были обладать потрясающими летными качествами, так как двигатель был огромным, почти 10 метров в диаметре С таким объемом он должен был иметь подъемную силу, которая позволяла ему совершать полет на скорости 300-500 км в час, согласно их подсчетам Попадая в компрессор и проходя по внутреннему крылу, воздух выпускается через систему регулируемых сопел Наступило время испытаний, в ходе которых они пытались держать на земле самый мощный сверхзвуковой самолет в истории авиации Это было опасное задание В целях безопасности роторная секция аппарата закрыта стальным заграждением на время испытаний Когда Джон Фрост вывел двигатели на полную мощность, всех людей из здания тут же эвакуировали из-за опасности взрыва Одних лишь топливных баков тарелки хватило бы на то, чтобы уничтожить все здание Момент был ужасным Двигатель вышел из-под контроля и грозил уничтожить весь проект Один из инженеров, находившихся на испытаниях, вошел в здание и просто отсоединил топливопровод от работавшего двигателя Двигатель постепенно остановился Но в компании Авра начала складываться неблагоприятная ситуация В 1959 году основной проект компании по созданию сверхзвукового истребителя «Стрела» Неожиданно был остановлен, после чего компания разорилась Джона Фроста сняли с его собственного проекта Независимый гений, создавший для Авра летающую тарелку, навсегда покинул компанию и переехал с семьей в Новую Зеландию Но американские ВВС остались недовольны Им по-прежнему была нужна летающая тарелка, если Авра не смогла построить ее, то они сами ее построят А сверхзвуковая летающая тарелка Фроста, как и многие другие проекты, канула в темные глубины американской военной машины Последнее, что я слышал, проект 606А перешел к компании Bell Aircraft в Форт Эре С тех пор остались только слухи После исчезновения тарелки, сконструированной Фростом, продолжали поступать сообщения о виденных в небе летающих объектах Многие до смешного неубедительны, однако некоторые из них вовсе не были плодом больного воображения Самолет-шпион У-2, разрабатываемый ЦРУ, относился к классическим черным проектам Его строили в 8 лет в полной неизвестности Он остался бы тайный по сей день, если бы в 1960 году не произошла катастрофа Пилот У-2, Гэри Пауэрс, был сбит над Россией и удерживался в плену 2 года, прежде чем его обменяли на русского шпиона Архивы ЦРУ, относящиеся к программе по созданию У-2, свидетельствуют о том, что 50% замеченных в небе НЛО Это самолеты У-2 У-2 летали в самых верхних слоях атмосферы Гораздо выше, чем по мнению многих мог летать самолет Неудивительно, что замеченные земли, особенно с другого самолета, эти объекты рождали удивление и страх Провал Су-2 доказал, по крайней мере, одну вещь Космические пришельцы с других планет — отличное прикрытие Пока ваш секретный самолет не разбивался или не попадал в руки врагу А если ваш секретный самолет в самом деле похож на летающую тарелку То можно пользоваться этим прикрытием долгие годы Ты пугаешь меня, когда такое говоришь? Когда тарелка Фроста растворилась в абсолютной темноте секретных архивов Американские уфологи-любители объединили усилия Невероятно, но возможно На пресс-конференции в Вашингтоне Организованной частной неофициальной группой, известной под названием Национальный комитет по расследованию воздушных феноменов Возобновился давний спор с ВВС Комитет стал основным выразителем теории об инопланетных летающих тарелках Возглавил его все тот же писатель-фантаст, который впервые подал идею о пришельцах На пресс-конференции в 1952 году 14 лет спустя он по-прежнему гонялся за зелеными человечками Руководитель комитета майор запаса Дональд Кихоу настаивал на том, что ВВС известно больше, чем они говорят За нами вел наблюдение некий аппарат Паривший над нами, возможно, управляемый представителями Некой развитой цивилизации И снова в который раз представители ВВС, вызванные на слушание Конгресса, заявили, что ничего не скрывают Секретарь ВВС Гарольд Браун Мы ничего не скрываем План казался невероятно простым Уфологи обвиняли военных в сокрытии правды о неминуемом вторжении инопланетяна Военные это отрицали И никто не думал о третьей возможности Что НЛО являлись секретными военными объектами К счастью для правительства, что эти увлеченные своим делом любители были очень хорошо организованы Мы верим в то, что НЛО существует на самом деле Что они прилетают из глубокого космоса И что ими управляют разумные существа За исключением того, что к созданию этой организации случайность не имеет никакого отношения Комитетом руководили теневые фигуры В совет правления входили Роско Хилленкаттер, первый директор ЦРУ Агент ЦРУ Бернард Карвелло Первым управляющим комитета был Николас Д. Россельвар Из отдела психологической войны ЦРУ Когда Кихо ушел с поста председателя комитета, его место занял Джозеф Брайан Также агент отдела психологической войны ЦРУ А что же сам Кихо? Это были межпланетные космические корабли Он на самом деле верил в пришельцев из космоса Или все-таки был связан с военными исследованиями немецких технологий Связанных с летающими тарелками Ответ на этот вопрос мог знать немецкий инженер И создатель летающих тарелок Андреас Эбб Который перешел на сторону американцев В интервью, записанном в 1997 году, он дал на него невероятный ответ Вы считаете, что американцы пытались удержать в секрете ваш летающий диск? С самого начала Майор Кихо услужил в Пентагоне в отделе НЛО, когда они узнали, что Германия создает летающие тарелки Но кто бы не стоял за распространением мифа об инопланетянах, он обрел огромную популярность И более всего в стране грез Голливуде Бетфордширское уфологическое общество Миф о пришельцах породил целую религию Информация поступает к нам от нашего главы йога, который находится в прямом контакте с космическим разумом Мы друзья Мы друзья Мы ждем контакта Пожалуйста, контакте нас Затем 11 ноября 1987 года контакт случился Все началось с момента, когда преуспевающий бизнесмен Эд Уолтерс увидел над своим садом странный свет Он схватил фотоаппарат и сделал этот снимок Это был первый из целого ряда объектов, замеченных в небе за последующие годы О боже, я слежу за ним через объектив Когда кадры увеличили, на них оказалось нечто поразительно напоминавшее летающую тарелку Тарелки видели сотни человек, начиная с полицейских и заканчивая священниками О нет, смотри, смотри, что это? Некоторые более впечатлительные очевидцы утверждали, что видели самих пришельцев Но однажды в снимке попались на глаза одному человеку, который высказал иное мнение И он прекрасно знал, о чем говорит Конец третьей части Вся правда о летающих тарелках Часть четвертая Город Галбри, штат Флорида 17 лет назад в этом месте наблюдали самую продолжительную в истории Америки серию появления в небе НЛО Сотни людей, видевших объекты, были твердо убеждены, что наблюдали космические корабли внеземного происхождения Но один человек был уверен в другом Каждый раз, когда кто-то что-то обнаруживает, еще не значит, что оно существует на самом деле Чтобы получить право на существование, явление или объект должны отвечать определенным научным критериям Что касается объектов, замеченных в небе над Галф Бриз Они были довольно необычной формой Внизу был виден льющийся свет, явно источавший тепло К тому же, светящаяся часть была круглой формы Бойт Бушман решил, что знает, на каком принципе основан летательный аппарат Он узнал его, так как сам работал над подобной технологией Бушман 35 лет конструировал оружие Он разработал прототип ракеты «Стингер», прежде чем перешел в Локхит Центр разработки военных летательных дисковидных аппаратов Там он вместе со своей группой ученых приступил к экспериментам с совершенно новым источником энергии Это всего лишь 250 мотков проволоки Мы взяли концы и подали на них обычное напряжение То, что случилось, затем удивило всех Вот так Даже сейчас Бойт не до конца понимает, как это работает Но когда он увидел фотографии летающих тарелок из Галф Бриз То задался вопросом, не его ли технологию использует аппарат Видите, начинает дымиться Экспериментальный моток проволоки уже через несколько секунд нагревается до высокой температуры Бойт считает, что это объясняет белые свечения, исходившие из нижней части объектов Галф Бриз Которые, по его мнению, являются беспилотными самолетами Если менять напряжение и частоты То такой аппарат вполне будет летать, и летать хорошо Я думаю, именно над этим и работали люди из Галф Бриз Так кто они были? Бойт полагает, что это может быть очередной черный проект одной из секретных военных организаций Думаю, это всего лишь другое подразделение нашей организации Там вполне могут и работать наши люди У нас было множество закрытых объектов И я бывал на многих из них Своё открытие я сделал не случайно И они вполне могли сами совершить то же, что и я Затем разработать эту технологию, строить испытания в том районе Обычно они очень скрытны и способны на многое И даже больше Секретные службы и раньше вели себя очень скрытно В 70-х годах была целая серия наблюдений за НЛО Но тут было одно отличие Многие аппараты были треугольной, а не круглой формы Слухи в рядах очевидцев НЛО стали разгораться, словно пожар Но затем на сцену выступил этот человек Его имя Джим Гудау И в настоящее время он смотритель музея авиации в Сиэтле Но в свободное время он занимается другими делами Я часто езжу в лес, когда есть время За последние 15 лет я был там раз в 80 Джим посвящает засекреченные военные авиабазы Чтобы фотографировать в воздухе детища черных проектов Чтобы сделаться незаметным, нужен автомобиль нейтрального цвета Кроме того, я набрасываю на машину маскировочную сетку Для защиты от инфракрасных приборов Затем немного веток сверху И никто не замечает ничего подозрительного В 1986 году Джим сделал фотографию летателем аппарата Который военные держали в секрете более 10 лет Фотоаппарат был со мной Я услышал, как что-то взлетело Это был Т-38 А потом над головой пролетел Ф-117 Ф-117 не что иное, как истребитель Стелс Более 10 лет он спокойно летал в небе над Америкой Очевидцы списывали все на пришельцев Я отснял все 36 кадров пленки И два кадра получились нечеткими И я ужасно трясся, как это иногда бывает Потому что это был удивительный момент в моей жизни Но главная добыча — вот этот снимок Фотография Джима раскрыла тайну треугольных НЛО Если смотреть на Ф-117 фас, он похож на летающую тарелку Если ты не знаешь, что это такое, но передвигается по воздуху Значит, это автоматически становится неопознанным летающим объектом НЛО Последующие годы наблюдения за треугольными НЛО прекратились Но круглые летающие тарелки продолжали тревожить воображение очевидцев Всего месяц назад мексиканские ВВС опубликовали кадры, заснятые пилотами с использованием инфракрасной камеры Несмотря на то, что в видимости камеры оказались 11 объектов На радаре их появилось всего три Неужели прибыли настоящие инопланетчане? Или эти летающие тарелки также имели отношение к американским секретным подразделениям? Мой хороший друг Бен Рич, заменивший в Локхидскан Кворк Келли Джонсона, за 10 дней до смерти сказал мне «Джим, там в пустыне есть такое, чего ты представить себе не сможешь еще лет 50» В Локхидскан Кворк работало около 450 человек Чем они там занимались последние 20 лет? Явно что-то строили Папа, ты что-нибудь там видел? Сынок, хватит этой чепухи с летающими тарелками Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok